Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня понедельник, поэтому начинаем с графика биткоина. Текущая цена 39 тысячи, 3 доллара и там 30 центов. Ну, видимо, цена только что поменялась чуть-чуть, но примерно 39 тысячи на данный момент цена биткоина. Хорошо знакомый нам график. Каждую неделю мы по понедельникам обычно обсуждаем биткоин. Это месячный таймфрейм. Мы знаем, что здесь был сильный рост в начале прошлого года, затем вершина, падение, отскок, новый рост, новые исторические максимумы. После этого во второй половине ноября началась коррекция, снижение, отскок и вот что у нас есть по последним свечам. И это достаточно важно. Здесь практически по окончанию последней свечи за апрель, сегодня второе число мая, то есть мы находимся в начале уже нового месяца, предыдущая свеча полностью подтвердилась или закрылась. То есть у нас медвежье поглощение. Медвежья свеча, которая поглощает своим телом предыдущее тело, также минимум чуть ниже предыдущего, но максимум остался чуть выше предыдущего или на уровне предыдущего. То есть это говорит о том, что да, у нас медвежье поглощение, но есть один маленький тонкий нюанс, который говорит, что кто знает, может быть и начнется консолидация. То есть движение вбок может продолжиться после вот этой коррекции, которая практически была в конце прошлого года. Итак, почему на это я обращаю внимание? То есть здесь может нарисоваться консолидация. Потому что мы обычно обсуждаем графики с точки зрения технического анализа. Но я хочу упомянуть, что завтра начинается двухдневное заседание Федрезерва по денежно-кредитной политике. Соответственно, оно может сыграть важную роль для графика биткоина и, конечно, для финансовых инструментов, для акций и так далее. Так что для всего финансового рынка разных сегментов, имею в виду так, что нужно быть очень аккуратным завтра. И, соответственно, я могу сказать, что мне кажется, что мы на неком перепутье сейчас. Либо здесь начнется консолидация и сформируется впадина, после которой мы будем атаковать предыдущие вершины. Либо здесь может начаться движение вниз. Поэтому завтра следим за Федрезервом. А сейчас продолжаем по графику с точки зрения технического анализа. Итак, это недельный таймфрейм. На месячном мы увидели, что есть медвежье поглощение. Нужно быть очень аккуратным. График на перепутье. Здесь что у нас есть. После коррекции, которая, глубокой коррекции, которая началась в ноябре, здесь мы знаем, что сформировался отскок. Маленький восходящий потенциальный канал. Мы пока еще в пределах вот этого потенциального восходящего канала. Последняя волна практически роста закончилась в конце марта. Затем дочь коррекция. Здесь грейпстон дочь вблизи нижней линии потенциального восходящего канала. На прошлой неделе мы все-таки не сделали пробой. Не было такого пробоя. Видно, что здесь сформировалась очередная маленькая свеча. Медвежья, конечно, которая имеет максимум ниже предыдущих, минимум ниже предыдущих. То есть это говорит, что медведи продолжают давить на цену. Но пока что-то им не хватает, чтобы здесь произошло резкое движение вниз. И на самом деле эта коррекция, которая сейчас продолжается, немножечко замедляется в пределах вот этой зоны, где практически тело вот этих интересных свечей. Здесь дочь, здесь грейпстон дочь, здесь грейпстон дочь. Соответственно, здесь есть поддержка. А является ли это бычьим сигналом? Нет. Это просто поддержка. Цена практически делает остановку. Пока ничего бычьего я не вижу. Конечно, оно может появиться. Если появится, мы сразу сделаем обзор. Там в ближайший день или два я это озвучу. Я имею в виду сразу в ближайший день или два. Это же недельный тайм-крейм. Всегда есть время отреагировать. Я что хочу сказать. Это тоже подтверждает, что сейчас график на перепуте. Потому что мы тестируем практически эту нижнюю границу. Так что завтра следим за заседанием 5 резерва. Конечно, я когда имею в виду завтра, завтра вторник, оно начинается, но результаты будут опубликованы в среду. То есть в вторник и среда с точки зрения цены может быть большая волатильность. Итак, дневной график. Хорошо знакомый нам график. Трискользящая средняя. Начинаем шаг за шагом. Первая 30-дневная или месячная. Здесь в ноябре цена упала ниже месячной. Находилась ниже месячной до конца января, начала февраля. Медвежий сигнал. Мы это все обсуждали. Затем зигзаг. Мы движемся вбок. Может быть, это боковое движение продолжится. Но на данный момент нужно быть очень аккуратным. Потому что цена находится ниже этой скользящей средней. То же самое и если добавим 90-дневную. Здесь цена упала ниже 90-дневную. Здесь был пробой. Но сейчас снова цена вернулась ниже 90-дневную. То есть трехмесячную. Мы находимся ниже этих двух скользящих средней. Нужно быть очень аккуратным. Годовая скользящая средняя. Итак, напоминаю. Во время сильного роста цена всегда была выше годовой скользящей средней. Здесь мы в конце декабря, начале января упали ниже этой скользящей средней. При отскоке мы ее протестировали неуспешно. То есть не было прорыва. Она сработала в качестве сопротивления. Цена сейчас находится ниже этой скользящей средней также. Поэтому, да, переплелись эти три скользящие средние. На первый взгляд они, кажется, движутся вбок. Может быть, продолжится боковое движение. Мы на перепуте. Завтра и послезавтра будет заседание хедрезерва. Но на данный момент цена ниже этих скользящих средней. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Я смотрю по-бычьему. Вы знаете, когда цена напоится выше всех этих трех скользящих средней. На данный момент этого нет. И последний четырехчасовой таймфрейм. Напоминаю. Когда-то у нас был восходящий канал. Рост. Движение вниз. Нисходящий тренд. Нисходящий канал. Или клин. Сужающийся. Выход. То есть прорыв. За пределы практически клина вышел. График или цена. Зигзагом нарисовалось движение вверх. Но, как и на прошлой неделе, мы видели, что цена начинает тестировать нижнюю границу. Пока нет отскока. Бычьего сигнала нет. Мы пока тестируем эту нижнюю границу. Если она сломается, откроется движение вниз. То есть здесь сработает перевернутый флаг. Так что мы и на четырехчасовом таймфрейме видим, что график нам показывает, что мы на перепуте. Нужно быть очень и очень аккуратным. Итак, друзья. На самом деле у меня на этом все. Спасибо за ваши просмотры. Пишите ваши комментарии ниже этого видео. Я вам, конечно, желаю всем отличного дня. Удачи на финансовых рынках. Хорошей недели впереди. Здоровья на первом месте и до следующего обзора. Спасибо за просмотры. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok